Танюк Юлия Юрьевна с темой дизайн документального издания в посвященном пьесе Джона Логана Красный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дизайн документального издания, посвященного пьесе Джона Логана Красный, который состоит из двух частей – документальное издание и текст пьесы. Дизайн документального издания Тема моей детской работы – дизайн документального издания, посвященного пьесе Джона Логана Красный. Эта пьеса была поставлена в 2009 году в Нью-Йорке на европейской сцене. Майк Пан Грэндетер И победил рекорд, собрал шесть премий в Тони – это театральный оскор из семи. В основном к пьесе положен реальный эпизод и в жизни художника Марка Ротко. В 1959 году художник получил самый крупный заказ «История и живописи» на оформление своими полотнами фишенебельного ресторана, Отключился незадолго до этого. И он принял его. По первоначальному замыслу он хотел оформить ресторан так, чтобы создать из своих картин окна, чтобы создать пространство в этом ресторане. Но после посещения этого ресторана он сказал, что я испорчу аппетит этим богатым посетителям, и окна впоследствии превратились в петли, закрытые ловушки, и посетителям оставалось только убиться в закрытые двери. Впоследствии Марк Ротко вернул деньги, а картины подарил в музее. Пьеса представляет собой диалог «Спорт». Художника Марка Ротко и его помощника, начинающего Кена, они ведут спор о политике, о морали, о философии, но главное, конечно, об искусстве. Главная идея Джона Логана – показать ужасающий мир одиночества художника. На сцене кьесы во время спектакля создаются картины. Пол Тейлор, показатель «The Independence», характеризует это действие так. Это соревнование напоминает чемпионат двух местников, размахивающих топорами, рубящими душу на скорость. Рама сколачивается прямо на сцене, картины двигаются вручную. Мы видим картины с чёрными и красными прямоугольниками прямо в момент создания. Но Ротко, создавая эти картины, чтобы их создать ловушку для богатых господ, в итоге почувствовал себя за одну ловушку. Он понял, что его картины станут просто оформлением большого дорогого меню. И непосредственно цепучее движение красного и чёрного на сцене спектакля стало основой моей концепции. Дизайн и документальное издание посвящённое пьесе Джона Логана. Издание состоит из двух частей. Документальное издание, посвящённое пьесе, и текст пьесы. Два издания объединяет цветовая гамма – белый, красный и чёрный. Вообще, в спектакле чёрный символизирует упадок и пустоту и темноту, а красный – его противоположность. На обложке первой части издания портрет Ротка помещен за красным треугольником. Я хотела отобразить статистическое решение самого Джона Логана. Дело в том, что в пьесе на месте зрительного зала находится незримое полотно самого художника. И он обсуждает его со своим помощником, обращаясь к зрителю. Но при этом он смотрит на картину. Название находится на вершине треугольника. И внизу первая реплика пьесы. Каждый читатель может выбрать сам вершину треугольника, и, следуя линии, может сам расставить акценты. Например, это может прозвучать так. Красный – что ты видишь? И вопрос остается открытым. Или, что ты видишь? И ответ точный – красный. Все страницы сделаны с учетом модной сетки. Я использовала разнокейленные шрифты. Основной наборный текст. Проведура «Инбастерли», «Италиков» и «Рейбилов». А для заголовок я использовала «Прагматика», «Волк». Для расстановки акцентов в статьях я использовала разные кемли. «Инбастерли» от 24 до 48, чтобы читатель мог расставить акценты в полученной информации. «Инбастерли». Для оформления оголовления я использовала определенные шрифты и разные гарнитуры. Таким образом оголовление складывается в полотно «Вотка». Важно журнал делать на 5 разделов, и к каждому разделу мы отведем отдельный разворот. На одной странице фотография, на второй — заголовок. Важную часть в дизайне журнала играют в треугольнике. Очень важный графический элемент. Они накладываются на фотографию и тем самым подчеркивают либо смысл статьи, либо композицию фотографии и действия на ней. Например, фотография на правом развороте. Эта фотография сделана за год до развода Марка Орко. И вот мы видим, что треугольные последствия разрезают изображение и указывают на сына, который впоследствии развода включил детскую правду. Важной частью моего издания является путеводитель «Диалог об искусстве». Во время пьесы, во время спора главных героев упоминаются художники различных эпох и их произведения. Документальные издания содержат этот путеводитель, чтобы зритель мог понять агументство использующих персонажей. Путеводитель напечатан в цветной печати, в отличие от всего издания, и это делает его своеобразной книгой в книге. Путеводитель состоит из биографической сказки о художнике, о портрете, и внизу под портретом находится цитата об этом авторе из самого текста в пьесе. Также я использовала акциденцию, выбрав наиболее яркий отрывок из статьи. Я помещала его на отдельную страницу, использовала крупные кеды, чтобы читатель мог сразу обратить внимание и поставить на эту информацию акцент. Также мы видим, также вот я использовала такой прием в тексте пьесы и в самом информационном издании очень много цитат самого художника и его близких людей, которые его знали. Я выделила их более крупным кеглем, формитурой шрифта, форматиков, и продублировала их на русском языке и на оригинальном английском. Языки я отделила сэшнинг, которые повторяют тему треугольников. Так, вторая часть моего проекта — это сам текст пьесы. Обложка пьесы оформлена черно-белыми фотографиями спектаклями. Эти фотографии, по сути, формированы, обращены так, что похожи на сменяющиеся карты. Также я использовала красный треугольник, который связывает его с первой частью издания, но также он символизирует красную фраску, которая может, по желанию художника, покрыть все изображения. Вообще многие критики считают главной такой репликой пьесы, сразу, больше всего на свете, я боюсь, что черное поглотить красное. Это как бы передает момент трагедии в жизни художника, и я взяла эту реплику и использовала ее как эпитров к тексту пьесы. Также в тексту пьесы я использовала разнокеннельные шрифты, чтобы подчеркнуть выразительность реплиок героев, и черные плашки разделяют в частных картин пьесы и повторяют тем самым черную линию в первой части издания. Вообще в наше время стали больше обращать внимание на абонгардное искусство и марк-кроб, когда ты представитель этого направления. В Даугаспурсе открылся арт-центр имени этого художника, и пьеса красная идет на театральных площадках Криньорка, Японии, Латвии, Европы до Лондона. И поэтому я уверена, что мой проект будет учить большую целевую аудиторию среди зрителей спектакля и посетителей арт-центра в Криньорке. Спасибо большое. Как вопрос? У меня вопрос, почему именно треугольник? Почему форма? Потому что прекрасно, понятно. Почему треугольник? Треугольник, потому что сама пьеса очень драматичная. Треугольник символизирует спор, столкновение между дверями героями. Также во время самого спектакля очень часто уйдет мотив в крови, вообще герои сравнивают картину Родка с кровавым и красным цветом. Поэтому я использовала острую такую форму. Мне кажется, она более тошно отражает эстетическую концерцию специально. Но потом изначально красный цвет, это же первый из ароматических цветов, которые человечество использовало. Так, когда человек начал видеть этот свет и тьму, да, и первый красный – это кровь, это огонь. Такие назначения, да? Поэтому он… Вообще красный цвет практически во всех культурах мира не будет очень массив. 99 процентов, да? Конечно, смотри, какой красный. Но когда красный на черном, черный его не поглощает, он свинится. А когда красный на белом, он ценен. Он не столь выразительный. Да. Но это как у запроса. Женщина. Вообще, Майк Родка говорил, что красный цвет – это жизнь, это все на земле, а черное – это тьма, упадок. И, таким образом, они как-то противоположны не по цветовому спектру, а в жизни. Вот он такой. Еще вопрос. Да, вот книжка, которая сама пьеса. Хочу бы объяснить этот момент, что у вас пьесе, сама пьеса, текст пьесы, он по размеру меньше, чем говорящий в этой пьесе. Вот так мощно выделены сами персонажи, которых всего два, и которые, в общем-то, повторяются. Чем это связано? Ну, я вам вообще считаю… И вот еще тогда сразу, и гораздо тоже крупнее, сама какие-то пометки про бизонсе. То есть, вот есть текст, а есть какие-то, в общем-то, по отношению к тексту исторические вещи. Вы графически их выделяете. Почему? Вообще, пьеса вся наполнена какими-то тезисами, очень четкими, емкими цитатами. Пьеса вообще наполнена даже цитатами самого именно художника и жизни. И я старалась подойти к каждому вообще развороту с личным подходом. То есть, я вчитывалась в смысл и старалась подчеркнуть именно то, что будет наиболее выразительно, то, что очень много значит. И, ну, я связала это и с жизнью художника, и вообще со спектаклем. А вот то, что я так выделила героев, я посчитала, что это удобно читаемо. То есть, постоянно читать какие-то герои? Их просто, ну, в конце концов, просто как бы не замечаешь, но храм глаза ты понимаешь, ну, кто сейчас говорит. То есть, ты улавливаешь героя, но именно на строку персонажей, в принципе, обращаться вниманием, можно на нем не консультировать. А если агентство было меньше, то уже каригуланты не поднимутся. Ну, и я вот как бы подбирала разные кеды, и мне показалось, что этот подходит больше, чем он. Созданное в Данюк Юрии документальное издание отличается от театральных программ к объему и разнонаправленности представленной информации. Многостраничное публицистическое издание с крупными иллюстрациями, фотографиями и небольшой по форме, но насыщенное подсодержанием, удовлетворит интересы зрителей еще и тем, что уходит зрителя за рамки действия въезда, позволяя увидеть писатель через тригу реальной жизни и творчества Марта Роско. Особенно хочется отметить идею дипломницы разработать дизайн и публиковать текст въезда Джона Логана Красный. Таким образом, вложенные в устах героев пьесы суждения путя в развитии современного искусства по расследовательному графическому решению Атанюк Юлии позволяют зрителям познакомиться с деятелем и творчеством Марта Роско и его отношением к искусству. Созданная Юлия Атанюк в рамках дизионного проекта документальное издание, посвященное в езде Джона Логана Красный, можно признать выполненным на высоком профессиональном уровне, заслуживающим высокой оценке, а автором присвоения к продвигации дизайнера графика. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...